Вот так я построила свое выступление сегодня. Я вас сегодня проведу, так сказать, расскажу о том, что происходит. Буду говорить от исследований к действиям и какие происходят проблемы на этом фронте, так сказать. Буду говорить о глобальном ландшафте, буду говорить о различиях в обследованиях, в исследованиях, в наблюдении за ситуацией и первичной профилактики, и вторичной профилактики. Но позвольте, начнем с глобального ландшафта и о том, как по-разному мы видим картины, какие разные картины представлены с точки зрения нагрузки раковой. Женщины, мужчины, которые заболевают раком. Вот данные по 2018 году. Вы видите, что здесь достаточно много исследований, очень интересные они дают данные. Примерно один из пяти мужчин в течение жизни каким-то образом получает рак. И одна из шести женщин. В принципе, нет никакой страны, даже самые богатейшие страны в Европе, которые готовы для того, чтобы работать с этими случаями, для того, чтобы вести этих пациентов. Недостает ранней диагностики, недостает средств для ухода за этими больными. Это, конечно, большая нагрузка на семью, на государство, общество и медицинскую систему. И, конечно, мы понимаем, что количество таких больных только увеличится в ближайшее десятилетие. Так это то, что мы с вами видим. Один из каждых восьми мужчин в 2018 году умер от рака. И 18 женщин умирают от рака. Мы ожидаем, что в ближайшие 20 лет именно рак будет основной причиной смертности во всех странах мира. Таким образом, можно сказать, что у нас всегда будет работа, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Вот здесь вы видите общее количество случаев заболевания раком на глобальном уровне. Вы видите, как они распределяются по континентам. 18,1 миллиона новых случаев заболевания. Большая часть из них в Азии. Вот эта такая темно-фиолетовая часть. То есть практически 9 миллионов новых случаев заболевания раком связаны с Азией. Потому что там, конечно, большая концентрация населения, прежде всего, примерно 60% мирового населения в Азии. Европа. Небольшая часть населения мира, 11%, но на Европу приходится 23% новых случаев рака. Таким образом, у нас очень высокий уровень. Конечно, популяция, народ стареет, и поэтому, конечно, заболеваемость на высоком уровне. Америка. Канада. Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Это примерно 16% мирового населения и 21% новых случаев рака. Примерно 4 миллиона в год. Африка. Африка. 5,8% случаев рака, но очень быстро наблюдается здесь рост. И здесь мы видим дальше Австралию. Здесь у нас, конечно, всего 1,4% новых случаев рака. Но надо сказать, что паттерны тоже меняются на глобальном уровне, потому что бедные страны, страны с наименьшим количеством ресурсов, которые раньше страдали прежде всего от инфекционных болезней, сейчас как бы переходят на такой более западный путь развития. Там есть и рак груди наблюдается, и рак простаты. Что касается смертности. Здесь, конечно, данные несколько иные. Примерно половина людей, болеющих раком, умирают. И, конечно, здесь очень много разных видов рака. Но мы помним, конечно, что примерно половина заболевших умирает от рака. И здесь у нас есть, опять же, очень важная концентрация в Азии. 60% всех смертей от рака приходится на Азию. И это соответствует примерно 6 миллионам. Это очень высоко по сравнению с заболеваемостью. Потому что очень много типов рака, например, рак желудка, рак печени, которые являются смертельно опасными. Они довольно редкими являются в Европе, например. Но в Азии очень часто встречаются. В Европе здесь несколько меньше пропорции смертности по сравнению с заболеваемостью. Видите, здесь раки, виды рака менее опасны для жизни. То же самое относится и к Америке. Примерно 14% смертей. Вы видите, здесь у нас данные по Европе, Америке, 700 тысяч в Африке. Примерно 7,3%. Что высоко достаточно, если мы это коррелируем с уровнем заболеваемости. Потому что на самом деле здесь поздняя диагностика наблюдается и подтверждение диагноза и лечения. Я бы сказала, что здесь, конечно, критическая ситуация, особенно в субэкваториальной Африке. И, конечно, в Австралии население небольшое. И здесь вот такие данные наблюдаются. Такие серьезные проблемы на глобальном уровне. И проблемы эти углубляются. И это, конечно, серьезная нагрузка для врачей и для систем здравоохранения. Это относится ко всем нам. Каковы же основные вызовы и проблемы? Как нужно работать? На чем сконцентрировать усилия, если мы хотим, чтобы кривая заболеваемости и смертности шла вниз? Это данные с нашего веб-сайта. Рак сегодня. Вот так называется веб-сайт. Это, так сказать, пункт наблюдения за ситуацией с заболеванием раком. Вы видите на веб-сайте АЯК. Это веб-сайт, который открыт для вас. Вы можете к нему обратиться. Вы можете посмотреть данные по миру, по вашему региону. И на самом деле это очень хороший инструмент для преподавания. Если вы преподаете в университете, то это очень хороший инструмент, который вам поможет в процессе работы. Давайте посмотрим на процент, новые случаи и смерти. Например, номер один. Это по-прежнему рак легких. Дальше. Основная причина протяжения последних 60 лет, мы слышим, постоянно говорим об этом, постоянно, конечно, описываем эту эпидемию, так сказать. Я знаю, что профессор Арица с нашими коллегами в Оксфорде работал, и они так описывали эту ситуацию. И по-прежнему это все равно убийца номер один в мире. С точки зрения новых случаев заболевания и смертности. 11% и 11,6% от всех других случаев заболевания рака. Но смотрите, 18% это смертность от рака легких в кругу всех других причин смертности. Здесь очень высокий уровень смертности. Примерно 2 миллиона новых случаев заболевания и примерно 1,8 миллиона смертей. То есть выживаемость очень большая. Далее. Рак груди. 12% всех новых случаев заболевания раком. Примерно 2 миллиона в год. Третий это колоректальный рак. 10%. За ним рак простаты идет и рак желудка. Особенно для вас важно, наверное, для тех, кто интересуется профилактикой, что мы очень много знаем теперь о раке легких, раке груди и колоректальном раке, раке простаты. Они могут теперь обнаруживаться рано и эффективно лечиться. То есть возможности сейчас существуют совершенно колоссальные для того, чтобы изменить направление движения этих кривых. Что касается рака желудка. Коллега наш Роланда будет говорить о том, какие новые тенденции существуют. Примерно 1 миллион людей заболевают раком желудка каждый год. И очень высокая смертность наблюдается вследствие этого рака. И также надо особое внимание уделять ему также как цервикальному раку. Если посмотрим мы с вами на смертность по типам рака. Помимо рака легких, рака груди, колоректальной, у нас есть еще рак печени. Но на самом деле, конечно, это рак не так широко распространенный, но 8% всех смертей от рака связаны с раком печени. Если посмотрим сюда рак легких, мы знаем, как предупреждать колоссальное количество вот этих смертей. Колоректальный, существует скрин, который очень эффективен. Рак желудка. Роланда будет об этом говорить, но есть способы сократить количество новых случаев и смертей. Есть новые вакцины. Вакцина весьма эффективна, и мы сейчас знаем. Мы знаем, что есть способы лечения для людей, которые являются хроническими носителями гепатита. Это уже относится к раку печени, и, конечно, рак груди, есть возможность раннего обнаружения и раннего лечения. Это, конечно, прекрасные возможности для системы здравоохранения, для того, чтобы изменить направление движения этих кривых. Рак – это болезнь неравенства, и на этом графике, на сложном графике мы видим многое, потому что здесь есть карта мира, разные цвета представлены, разные страны, но также и разделение по индексу человеческого развития. Этот индекс – это суммирующий индекс, он сравнение богатства и бедности. Сюда и национальный продукт, входит ВВП, и доступ к различного рода услугам, продолжительность жизни. То есть сюда входят самые различные моменты, связанные с богатством страны. И здесь мы о четырех категориях можем говорить. Высокий индекс, который включает примерно вот эти страны с темно-синим цветом Соединенные Штаты, Канана, Аргентина, Чили, видите, части Российской Федерации, Австралия также здесь и Европа Западная. И затем у нас есть индекс, характеризующий высокое развитие. Например, серый цвет – Центральная Азия, Латинская Америка, Китай. Средний индекс, средние величины – это красный цвет, это Центральная Африка. И низкий индекс низкого развития – это вот эти вот менее яркие оранжевые цвета. Мы, конечно, можем говорить о раке в странах высокого развития. Это рак груди, это колоректальный рак для мужчин и женщин это характерно. Рак легких, оба пола, рак простаты и рак мочевого пузыря. Это характерно для стран с высоким индексом. Высокий индекс, с очень высоким, с высоким индексом. Да, легкие, колоректальный, рак груди, печень здесь и рак желудка. Их не было в предыдущей табличке. Средний индекс, вы видите, рак груди, потому что рак груди, конечно, практически всюду наблюдается. Легкие, колоректальный, печень и губы, и полость рта. И далее следующая группа, здесь вы видите рак груди, колоректальный рак, печень и желудок. И на самом деле мы здесь говорим о том, что большая часть случаев именно здесь концентрируется. Хотя, конечно, средний, здесь общее количество представлено. Но проблемы всюду существуют. И с учетом роста населения, особенно в странах с высоким индексом, средним индексом и низким индексом, этот рост будет наблюдаться в ближайшие десятилетия очень активный. Это карта, карта по смертности. И здесь это карта, которая характеризует смертность среди женщин. По каждой стороне мы здесь видим соответствующий свет и тот вид рака, который ответственен за наиболее высокий уровень смертности. Это рак груди. Удивительно совершенно. Практически по всему миру рак груди является наиболее часто встречающимся раком. Надо поправить немножко, да. Оранжевый цвет – это цервикальный. Вы видите здесь, где вот эти, как бы сказать, очаги находятся. Африка, Западная Африка, границы с Северной Африкой и Южная Америка. Монголия. Монгелия у нас здесь такой очаг, удивительный совершенно очаг печени, рака печени среди женщин особенно. Да, таким образом, цервикальный, сначала рак груди, цервикальный рак и рак печени. Вот что характеризует женскую популяцию. Теперь, если посмотрим более детально на ситуацию среди женщин. Заболеваемость 24% рак легких, колоректальный 9%, легкие 8,4%, цервикальный 6,6%, рак щитовидной железы 5%. Что касается рака щитовидной железы. Мы по-прежнему считаем, что некоторые из этих очень высоких цифр связаны с избыточной диагностикой. Мы наблюдали это в некоторых странах в документах. Теперь, что касается смертности рак груди, 15% всех смертей, затем рак легких, значительно выше, чем пропорциональное количество новых заболеваний, колоректальный и рак шейки матки. Конечно, для некоторых стран будет совершенно иное распределение, потому что многое зависит от индекса неравенства. Хорошо, теперь смертность по странам. Мы здесь видим несколько иную картину, потому что это зависит от, насколько богатой страной является. Синий цвет – это рак легких, Северная Америка. Именно этот рак является причиной большей части смертей. Также в Европе, в Китае и в Австралии. Фиолетовый рак груди. Таким образом, здесь тоже смертность является следствием именно этого рака. И затем оранжевый цвет – это рак шейки матки. Таким образом, здесь, в Африке, по-прежнему цервикальный рак является причиной смерти. И, как мы говорили сегодня утром, колоссальное количество этих случаев можно предупредить. Теперь по странам, по женскому населению. Каковы основные виды рака, приводящие к смерти? Белый. Это год жизни. Это год жизни после заболевания. И здесь вы видите, что выше всего здесь, даже несмотря на то, что здесь большее количество случаев заболевания раком, большее количество смертей людей, живущих в качестве инвалидов, здесь всё равно индекс достаточно высокий. Поэтому пропорция вот этой вот нагрузки здесь, в этих странах, является совершенно иной. Это что касается рака шейки матки. А что касается здесь раков иных, мы здесь видим, что здесь, конечно, очень важным раком является рак шейки матки. И затем, конечно, рак груди. Теперь давайте посмотрим мужское население. Это 2018 год. Наиболее часто встречающиеся виды рака. Рак простаты. По-прежнему самый распространённый вид рака в обеих Америках, в Африке, в Австралии и в Европе. Рак лёгких более характерен для России, Китая и для многих частей Северной Африки, и Центральной Европы, и Восточной Европы. Когда мы с вами посмотрим более подробно виды рака по странам, мы видим, что рак лёгких – это 14% всех случаев заболевания, 22% при этом всех смертей от рака. Второй рак – это рак простаты. 13% всех новых случаев заболеваний, но только 6% смертных случаев. Колоректальный – 10% новые случаи заболеваний, 9% смертности печени, 6% и так далее. Рак желудка – 7%, здесь и 9% от общего количества смертей от рака. Это карта, которая представляет смертность по странам. Да, рак лёгких очень важен для всего света. За исключением небольшого количества стран, зелёным цветом они обозначены, там рак простаты является преимущественной причиной смерти. Оранжевый цвет – это рак печени, а тёмный цвет – это рак ротовой полости. Это особенно характерно для индийского субконтинента. Так что же произойдёт сейчас, с 2018 года по 1940 год, с учётом демографических изменений, с учётом того, что увеличивается количество людей на Земле, и люди живут дольше? Будет значительное повышение случаев. Мы видим с вами общее увеличение количества людей, которые будут болеть раком, просто потому что людей будет больше и люди будут старше. И количество по-разному увеличивается в зависимости от индекса человеческого развития. При низком индексе будет увеличение примерно на 700 тысяч по высокому индексу от 6,5 до 10,5 до очень высокого 8,5-10,5. Вот такое различие будет наблюдаться, и это, конечно, очень большой рост, и это будет невероятная нагрузка на систему здравоохранения. От исследования к действиям. Вот что мы можем сделать? Мы видели раньше, что действительно существуют очень большие различия с точки зрения заболеваемости, с точки зрения смертности по континентам, по странам, по гендерному признаку. Но что же происходит в рамках наблюдения за ситуацией? Я вот этот график взяла у Марина Семьерес, она опубликовала его в 2017 году, и она описала по существу весь спектр мер, которые помогают предотвратить рак, помочь в излечении и оказать заботу в конце жизни и уход предоставить. Конечно, здесь вы видите ряды этой траектории от здоровья к раннему и новому диагнозу, к жизни с раком и смерти от рака. И здесь представлены меры, которые можно принимать. Надо контролировать факторы риска. Контролируются они не во всех странах, пожалуй, только в Северной Европе. Различные исследования населения очень важны для того, чтобы понять, каковы факторы риска. И большинство стран собирают, конечно, данные по заболеваемости, по смертности с помощью регистров. И не все страны, к сожалению, такие регистры имеют. Некоторые страны полагаются только на данные, которые предоставляют больницы, что не является абсолютно надежным. И, конечно, то же самое относится к смертности. Конечно, эти данные должны быть известны во всем мире. Во многих странах существуют только оценочные данные. И мы действительно не знаем, кто умирает в этих странах и по каким причинам. Таким образом, в большинстве стран имеется такая статистика и количество людей, которые живут, которые умирают в определенный момент времени. Но для большинства стран в мире это всего лишь оценочные данные. Это модель. Модель, которая позволяет нам провести такие измерения. Смерение риска, в том числе преобладания того или иного типа рака и смертности. Но нужны также исследования, которые оценивают экономические факторы риска. Сегодня у нас очень были интересные презентации, посвященные как раз этим вопросам из университета Тампери. И мы понимаем, насколько важно контролировать эти экономические моменты. Это очень важно для того, чтобы можно было с политиками говорить о том, чтобы они работали на принятие мер против рака. Таким образом, эти данные очень важны. Насколько одинаковы эти способы регистрации на глобальном уровне. Эта графика просто перечисляет все страны в мире. И в соответствии с числом регистров, которые учитывают частоту заболеваемых рака в этих странах, можно вычислить 20 стандарт для Всемирной статистики в области онкологии, который был обориентирован для Всемирного агентства для исследования в онкологии. И в этой части графика мы видим страны, которые больше с тем не концентрировались на регистре, чем другие. И что это за страны? На самом деле, это страны, у которых есть регистры анкологических заболеваний хорошего качества. Желтым и оранжевым цветом обозначены страны, у которых регистры не такого хорошего качества. Серым обозначены страны, которые у них нет информации. Как эти страны распределяются в зависимости от индекса человеческого развития, индекса бедности? Большая часть стран с высоким качеством регистрации онкологических заболеваний – это богатые страны. Поэтому существует очень ограниченное количество экспертов и ресурсы в странах с средним и низким уровнем развития. В отношении регистров также у них есть проблемы. Это касается приоритетов в области здравоохранения, в области сбора информации о здравоохранении. И также отсутствие информации, отсутствие осознания важности регистров рака и отсутствие осознания информации о том, какое это влияние на экономические факторы. Итак, как мы можем контролировать рак в плане прививочной профилактики на глобальном уровне? Я только что дал вам пример, где было показано, что большая часть людей, большая часть страны, принимают вред курения. Здесь показаны изменения числа людей, которые курят в США, в Голландии, в Англии и так далее, и так далее. Это по мере прохождения времени за последние десятилетия. И мы видим здесь снижение частоты в основном у мужчин, в то время как у женщин, которые обнажены с пунктирными линиями. В целом мы видим повышение количества курящих женщин в тех же самых странах. Поэтому это на самом деле ошеломляющие результаты. Очень разные результаты, разные стадии эпидемии курения у мужчин и женщин. И это в начале тем не отражается на заболеваемости и смертности от рака легких в этих странах. Это то, что мы видим в раковых регистрах на глобальном уровне, особенно по тем странам, которые обозначены здесь на слайде. Ну и это касается тех стран, где корректно регистрируется смерть. Здесь показаны прогнозы смертности в отношении, учитывая снижение частоты и улучшительной доли курящих. Мы видим, что снижается количество курящих мужчин, но увеличивается число смертей от рака легких. И это может быть паралитируемым. Но мы знаем, что есть определенная временная задержка между тем, когда человек отказал откурить, и когда это оказало влияние на смерть от рака легких. Здесь показаны фиолетовым цветом были меры, которые были приняты в Англии в 60-х, 80-х и так далее, которые были направлены за то, чтобы заставить людей прекратить курить. Такие, как юридические меры, законодательное давление, информационные меры и так далее. И здесь показано, как это отразилось на частоте курящих. В 50-х, 60-х годах курило очень много людей, но постепенно это число снижается. Но посмотрите на частоту выявления случаев рака легких. Все равно здесь мы видим рост, даже когда начали уже поменяться меры. И только сейчас эти меры стали сказываться, мы видим снижение часто случаев. Среди зеленого обозначены те же самые меры, которые были приняты, но которым требуется 30 лет, чтобы вступить в действие. То же самое в Англии. Здесь показано, похожая кривая для Польши. Немножко более высокие индексы, чем для Англии. Но мы видим, что эти две кривы абсолютно параллельны. Мы видим очень похожую динамику, такую же кривую, как в Англии. И также есть лага в 30 лет, задержка в 30 лет. И мы прохожую картину видим в всех странах. А наши коллеги в Китае, им еще остается потерпеть, чтобы увидеть все влияние мер, которые они приняли по борьбе с курением. Поэтому им предстоит еще эпидемия рака легких, несмотря на изменения, которые мне нравятся прямо сейчас. Итак, первичная профилактика. Общее стремление контролировать табакокурение. Эти меры были приняты в 180 странах во всем мире. Тем не менее, существует очень много стран на этой карте, которая обозначена красным, в котором пока нет полного соответствия этим мерам. И думаю, что к вашему удивлению вы можете увидеть, что многие из этих стран относятся к развитым странам, которые не приняли нужных мер, несмотря на то, что эти меры принимаются уже последние 60 лет. На глобальном уровне есть определенный прогресс, но этот прогресс медленный. И на самом деле прогресс слишком медленный для того, чтобы увидеть действительное исчезновение рака легких из повестки системы здравоохранения в наш период жизни, до нашей смерти. Когда-нибудь мы умножим видеть чиновение эпидемии табакокурения, но это будет не приношать жизни, к сожалению. Потому что действия мер, которые принимаются на глобальном уровне, очень медленные. И прогресс очень медленный также. С 80-х годов только несколько дополнительных стран приняли дополнительные меры. Есть пока, например, в странах, где законодательства направлены на борьбу с курением, где наиболее эффективно применяются меры по борьбе с курением, и в них живут полтора миллиарда людей. Но сейчас это только 18% от общей популяции. Это не очень большая популяция, но число людей растет, растет каждый год, но нам необходимо не оставлять усилий. Еще немножечко свидетельствует о том, что существует все-таки небольшой медленный прогресс по принятию законодательных ситуаций, направленных на борьбу с курением. Их полное внедрение пока ожидается. Итак, переходя от табака, которая очень известная угроза этой меры же эффективности, мы переходим к индексу массы тела. Это индекс, который показывает, сколько жира находится в теле, и он очень хорошо коррелирует со смертностью. И важность индекса массы тела для карсеногенеза становится все более очевидной, особенно потому, что важность табака, влияние табака постепенно снижается. И здесь перечислены данные из стратегии моей коллеги Мелиды Арнольд, которая была опубликована в Ланце онкологии в 2015 году. Здесь показываются доли популяции раков, которые могут быть связаны с ожирением. И здесь показано, что в США зеленый столбик означает женщин, а красный столбик означает мужчин. В США 9,5 всех раков у женщин соотносятся с повышением индекса массы тела. И у мужчин 2,5%. В Саудовской Аравии 9% и 4%. И эти цифры могут распространить на весь Средний Восток. В Среднем Востоке проблема ожирения достаточно важная. Это ожирение, которое показано не только здесь, не только онкологическая проблематика. Это проблема, которая вызывает достаточно другие заболевания, в первую очередь диабет. Это тикающая бомба. Это очень важный фактор. Также Аргентина, которая позволяет получить нам данные по Южной Америке. 9% всех случаев у женщин, 44,5% у мужчин. 8% у мужчин в США и 3% у женщин. В Китае 3% у мужчин и 0,3% у женщин, но число этих случаев растет. Доля людей с ожирением, особенно детей с ожирением в Китае, растет очень быстро. Поэтому эти цифры будут расти в ближайшее время. Мы увидим больше случаев рака, связанных с ожирением в будущем в Китае. Также в Африке. 2% всех раков у мужчин, 0,5% у женщин, 0,5% у мужчин. Примерно та же картина в Индии. Как это отражается на общем числе случаев онкологических заболеваний? В США это 72 тысячи случаев у женщин и 22 тысячи случаев у мужчин. Если брать очень большую страну, с очень большой опуляцией Китая, 35 тысяч случаев у женщин и 13 тысяч случаев у мужчин. Итак, мы знаем, что мы знаем причины. Это чрезмерное потребление слишком калорийной еды, с небольшим содержанием сахара, с небольшой физической активностью. Существуют другие причины ожирения, но комбинация этих двух причин объясняет это большинство случаев ожирения. Итак, индекс социального равенства Ирака. Здесь я хотел бы просто показать тенденции в смертности, в зависимости от уровня образования. И каждая из линии соответствует отдельной стране. И то, что вы видите, в целом, относится к тому, что, несмотря на то, что мы видим, снижение смертности от рака во всех странах, люди, у которых низкий уровень образования, которые, собственно, как мужчины, как образование, здесь показаны графики для мужчин и для женщин, снижение смертности в этой группе людей гораздо медленнее, чем у людей в более богатых странах с более высоким уровнем образования. Таким образом, в бедных странах снижение смертности наблюдается гораздо более медленными темпами, чем в богатых странах. Если говорить о всемирной вакцинации противопочи, вопрос, который вас многих интересует, насколько быстро мы делаем, осуществляем прогресс вакцинации? На самом деле, недостаточно быстро. И для того, чтобы попростить эту краску в мире оценки, выполняя наша коллега Лайла Бруни в Барселоне, которая опубликовала в 2016 году в Ланце Global Health. Было показано, что данные, которые обновляются каждый год, сейчас только 0,8% населения вакцинированы. Это вакцинация, которая может спасать жизни, и, как сегодня утром показали, которая очень эффективная, у которой практически нет важных побочных эффектов. И все равно только 0,8% от общей таргетной популяции вакцинированных в 2016 году. Число людей вакцинированных растет, но растет очень медленно. И мы действительно надеемся, что число вакцинированных в значительной степени вырастет. Надо помнить, что целевая популяция – это 90% женщин. Нам осталось пройти очень большой путь, чтобы достигнуть таргетной величины. Итак, оценочное покрытие вакцины против ВПЧ в 2019 году также очень сильно различалось в зависимости от региона. Девочки в богатых регионах получали не больше преимущества от вакцинации. В США 70% девочек с ВПЧ были вакцинированы, с 15-19-40%. У нас нет данных по Восточной Африке, скорее всего, там никто не вакцинирован, практически никто. В Западной Африке никто не вакцинирован, в Восточной Африке очень небольшое количество. В Австралии доля вакцинированных очень высокая. И, скорее всего, в Австралии будет страна, которая первой сможет достичь задач поставленных в ВОЗ по алиминированию ракшейки матки. Через несколько лет в Европе мы добились прогресса, и особенно этот прогресс добились в Северной Европе, в Восточной Европе. Нам стало спросить очень много. В Российской Федерации существует очень большие вызовы, которые стоят перед программой вакцинации, на которой придется работать в ближайшие годы. Итак, различия в степени контроля рака, которые касаются вторичной профилактики. И это практически та же история, что с вторичной профилактикой. В богатых странах существует гораздо больше и гораздо более хорошие доступы к здравоохранению. И это отражается на всем спектре различий, связанных с онкологическими заболеваниями. Регулярный доступ к здравоохранению здесь лучше, поэтому меньше мы наблюдаем различий, связанных с раком. В бедных странах есть совершенно противоположная картина. Чем более богата страна, тем меньше заболеваемость и смертность. Моя коллега доктора Патабасу опубликовал статью в 2018 году в Международном журнале рака, и он попытался нанести на карту прогресс в правительных странах в том, что относится к скринингу рака шейки матки, к колоректальному раку и раку молочной железы. И здесь показано страны, которым необходимо принять следовательные меры. Многие коллег, которые здесь присутствуют, работали над этой программой. Они занимались скринингом рака в Европейском Союзе. И здесь показано, что богатые страны осуществили значительный прогресс в скрининге рака молочной железы, и особенно в скрининге рака шейки матки. Здесь обозначен портанным цветом страны, которые добились полного скрининга, но страны, которые обозначены красным, не достигли поставленных целей. И надо отметить, что прогресс в колоректальном раке значительно ниже. И в розуме цвета обозначены страны, которых программа пока не завершена, и это больше часть Европы. Красным обозначены страны, в которых вообще нет популяционных программ скрининга. Поэтому в плане скрининга клоректального рака необходимо еще сделать очень многое. Здесь показана карта скрининга рака молочной железы. Как правило, в мире есть какая-то программа скрининга рака молочной железы. Что-то происходит, где что-то происходит обозначено зеленым, голубым обозначена страна, где мало что происходит, а красная обозначена страна, по которой у нас нет данных. Относительно рака железы и матки особенно видны различия в карте. Опять-таки, очень плохие результаты в Восточной Африке, в Западной Африке. Там практически нет, если вообще, скорее всего, если вообще есть какой-то популяционный скрининг, максимум там есть какой-то популяционный, максимум там есть какой-то скрининг на основе отдельных больниц, но это не оказывает влияние на уровни популяции. Оппортунистические процессы организованных программ опуляционного скрининга. Доктор Агент сегодня рассказывал про это сегодня. Организованный скрининг – это путь, которому стоит идти. Оппортунистические программы не оказывают значимого влияния. Они экономически невыгодны. Но мы видим, что все равно существует много стран, которые обозначены синим, которые выполняют только оппортунистический скрининг, в том числе в Северной Америке и Южной Америке. Здесь обозначена Бразилия, это одна страна. В Южной Америке там инвестируется значительная сумма денег и ресурсов, опуляционный скрининг. Но до сих пор они не достигли уровня, который оправдает инвестиции, которые они вкладывают. Я не уверен, что вы видите хорошо эти графики, но они обозначают, они отражают частоту вовлечения в проекты по скринингу ракшеки-марки в инвестиции значительного развития страны с низким, средним и высоким развитием. И они отражают число усилий, которые страны вкладывают в вакцинацию скрининга. И опять, можно описать это очень коротко. Мы видим, что страны с низним и низкими и высокими значениями инвестиционного развития сильно различаются. Чем богаче страна, тем больше она получит преимущества скрининга и вакцинации на ВПЧ. Она больше получит преимущества в ближайшие десятилетия. Есть определенные проекты, процессы, прогресса во всем мире, но рак до значительной степени определяется богатыми странами. Поэтому необходимо везде предпринимать усилия. Но особенные усилия нужно предпринимать в странах с низким индексом уровня человек развития. Калоректальный рак это та область, в которой я думаю, что здравоохранение необходимо сконцентрировать определенные усилия, особые усилия. То, что калоректальный рак это очень важная проблема, важная причина смертности во всем мире, как у мужчин, так у женщин. И мы знаем, что скрининг работает и снижает заболеваемость и смертность. Это сейчас уже хорошо документировано. Есть публикация ИАРК, которая вложена у них на сайте, которые перечислены очень многие подробности. Вы можете посмотреть, если вам интересно. Итак, каково же состояние программы скрининга? Мы видим, что в очень немногих странах вне Европы выполняют какой-либо скрининг. Есть пока, например, в Восточной и Юго-Восточной Азии, в которой есть определенные организованные пилотные исследования, как, например, это происходит в Китае. Также есть определенные исследования в Гонконге и в Корейской республике. Продолжение определенных усилий применяется в Сингапуре и в Таиланде. В других странах выполняются только протонистические усилия, пока они не оказывают влияние на заболеваемость и смертность. Если посмотрим на Тинскую Америку, то наши данные говорят о том, что какие-то пилотные исследования принимаются только в Аргентине, Бразилии и Чили. Все остальные программы протонистические и, опять-таки, практически не оказывают влияния на реальные показатели. Это пропущенная возможность. Скрининг корректурального рака сейчас основана в поиске скрининг корректурального это может быть сделано пациентом дома. Это очень дешевый метод, это всего несколько долларов за тест, он доступный, поэтому зависит только от страны, принять ли это вызов и принять ли какие-то системные меры. в некоторых регионах мира в отношении скрининга корректального рака практически ничего не происходит. Практически нет информации о том, что происходит в Африке, очень-очень небольшое много. И так же касается Центральной Азии, практически ничего не происходит. В заключении, в некоторых популяциях видно различия не только в факторах риска, но и в скрининге, в раннем выявлении, в лечении. И это что-то, чем нам надо работать. В целом, часто случаев рака растет, и количество случаев рака очень сильно зависит от индексов развития страны. Нам необходимо внедрить то, что мы уже знаем в отношении профилактики рака, скрининга рака, диагностики рака, лечения рака. И только сделав это, мы сможем в значительной степени изменить кривые заболеваемости и смертности на уровне всего мира. Я думаю, что у нас есть обязательства к сотрудничеству, к обмену знаниями власти диагностики и лечения, и также доступа к медицинским услугам. Нам необходимо внедрить программы скрининга, сделать их доступными для всех стран, в том числе самых бедных стран. И необходимо соблюдать определенный баланс между инвестированием в здравоохранение и в профилактику. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо. Такой вдохновляющий доклад и рассказ о всеверной ситуации. На самом деле, конечно, у нас времени нет на дискуссию до начала, новой сессии. Но я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы так систематически представили все и подчеркнули необходимость системной работы по профилактике рака, что является очень важным для различных видов рака. И, конечно, необходимо подумать о том, как программы скрининга первичной профилактики объединять, для того, чтобы добиваться наилучших результатов. Это для того, чтобы повысить продолжительность жизни. И, конечно, с учетом увеличивающейся продолжительности жизни эти вопросы становятся все более острыми. Большое спасибо. и далее следующее заседание. Субтитры создавал DimaTorzok